Всем привет! С вами канал Самостройщик. Меня зовут Грабунов Сергей. В этом видео хотел бы рассказать про систему отопления своего дома. В конце видео выложу саму смету работ по материалам, которые тут были использованы. Там в районе 60 тысяч рублей без стоимости труб теплого пола. А кому нужно будет в более читабельном виде сам вот этот список материалов, пожалуйста, пишите в комментариях, куда вам выслать электронку. Я вам с удовольствием вышлю. Напомню, дом у меня периметром 9х11 квадратных метров, одноэтажный, с холодным чердаком. Утепление дома. Стены из газоблока толщиной 30 см. Утеплены 5 см базальтового плотного утеплителя с ветрозащитной паропроницаемой мембраной и с вентилируемым фасадом. Полы по грунту. Обратная засыпка в песок. Потом делалась гидроизоляция. Утепление 10 см экструдированного пенополистирола. Стяжка 10-12 см. получается бетонная, в которой находится теплый пол. Финишное покрытие теплого пола. Керамогранит. Потолки утеплены 20 см базальтового утеплителя. По деревянным балкам. Сверху находится холодный чердак. Окна. 5 окон стандартных по моему размеру одинаковых. 1,80 на 1,5 метра. 2 окна 60 см в ширину. 1,20 м в высоту. Это в ванное окно и в тамбуре. Отмостка и цоколь утеплены 5 см экструдированного пенополистирола. Вся обвязка котла находится в нижней части кухонного гарнитура. Если я открою дверку, вы можете увидеть, что здесь достаточно места для того, чтобы положить какие-то предметы. В то же время кухонный гарнитур, сам каркас не доходит полностью до стены. И там находится вся обвязка котла. Коллекторная вся система. Это более удобно я покажу уже в конце видео. На, соответственно, схеме, на фотографии, чтобы тут не лазить, соответственно, чтобы было все понятно. Какие-то выпирающие части мне пришлось подпилить этот каркас лобзиком. В принципе, ничего сложного. Тут идет система водоснабжения котла. Вода подходит. Идет фильтр. Специальное смягчение воды для котла. Тут идет система распределения и кранов, которая распределяет воду на теплый пол и на радиаторы. Вся система сделана с тем расчетом, чтобы можно было подавать разный температурный теплоноситель с разной температуры на теплый пол и на радиаторы. То есть, чтобы радиаторы можно было сделать более теплыми, а теплый пол, соответственно, сделать другой температурой, более низкой. Теплый пол водяной с шагом трубы 20 см уложен улиткой шестью контурами по всему периметру дома. Не затрагивает теплый пол только зоны шкафов купе, некоторых элементов мебели, кухонного гарнитура. Котел у меня настенный, каксельного типа. То есть, идет дымоход в стену, он, соответственно, приход воздуха у него идет с улицы и выход воздуха также вот через каксельный дымоход идет. Котел специально подбирал под систему теплого пола. Можно минимально выставить температуру теплоносителя 30 градусов, хотя по стандарту в основном у котлов данного типа это 35 градусов. Более подробно расскажу про обвязку котла, где идет распределение теплоносителя на радиаторы, более, где нужна большая температура и теплый пол, где обычно температура регламентируется и она должна быть постоянной. Вот, соответственно, подача от котла. Центральный распределительный коллектор. Получается верхняя часть, нижняя часть. Вот верхняя часть распределительного коллектора, она выполнена из труб сечением большего диаметра. Это если здесь 25, наверное, труба, то тут больше, наверное, 60 труба. И идет два потока подачи. Этот поток идет на систему теплого пола. Этот поток идет на систему радиаторов. Обратка, соответственно, идет с радиаторов в нижний центральный коллектор. И обратка с теплого пола, она вот идет, тоже идет в нижний центральный коллектор, с которого обратка впадает в котел. Интересный узел является узел смешения или так называемый узел подмеса, где регулируется температура теплого пола, то есть более теплый теплоноситель с котла, высокотемпературный, подходит вот в это место. Тут находится у меня трехходовой делительный клапан, и он производит смешение более прохладной теплоносителя с обратки теплого пола и высокотемпературного теплоносителя с котла. Вот он получается вот тут смешивает, и в теплый пол идет температура, которая необходима. Задаем температуру теплого пола с помощью термоголовки. Она с выносным накладным датчиком. Датчик крепится вот сюда, вот к обратке. Регулируем мы температуру обратки. То есть вот выставили мы, допустим, 35 градусов, и он и поддерживает данную температуру. То есть происходит смешение в том объеме, чтобы получить на выходе, на обратке 35 градусов. Он может работать в нескольких режимах. Первый режим – это когда он полностью открытый, и получается, что он никак не смешивает эти потоки. То есть работает как подача сама по себе. Обратка идет сама по себе. В полностью закрытом состоянии. Получается, он разделяет вот эти два... Подачу и обратку от котла он разделяет от подачи и обратки теплого пола. Получается, теплый пол циркулирует по своему вот этому малому кругу обращения. Вот этим насосом, соответственно, теплоноситель прогоняется по системе. До того момента, когда температура обратки упадет ниже установленной на термоголовке. И опять происходит подпитка горячим теплоносителем, который смешивается с более прохладным от обратки. И так система работает. Насколько я понимаю, насколько мне как объясняли сами, соответственно, монтажники. Если профессиональные есть, которые занимаются отоплением, поправьте меня, если я не прав, если я не так принцип действия этого устройства говорю. Также обратите внимание, вот эти два коллектора, да, они распределительных, они между собой связаны байпасом. Байпас делается на случай того, что когда все каналы подачи закрыты, чтобы котел не сгорел, происходит возвращение теплоносителя горячего в обратку. То есть подача, она по короткому пути идет и обратно в котел происходит. То есть котел тут не сгорит, он охлаждается и продолжает работать. Но тут байпас получается регулируемый, то есть поставили мне перепускной клапан специальный. Там на нем можно настраивать разность давления, после которой клапан начинает давление выравнивать, я так понимаю. Тоже, опять же, может я не так говорю, может как-то суть другая. Но, в общем, мне как объяснили, что польза этого клапана, во-первых, в том, что больше будут жить все насосы, потому что не будет ни гидравлического удара никакого, будет плавно выдерживаться разность давления в этих двух системах, потому что правильно вы можете там одну систему перекрыть или наоборот включить, и давление может упасть или подняться. В общем, этот перепускной клапан, он помогает регулированию давления в системе и профилактика того, что, значит, котел, когда закроются все, допустим, вот теплый пол нагрелся, он перешел в самостоятельный циркулируемый, на подачу в теплый пол, в радиаторы, точнее, установлена у меня вот такая термоголовка, которая связана с термостатом комнатным, и термостат дает команду на то, чтобы открыть подачу на батарее или закрыть подачу в зависимости от выставленной температуры. В центральной географической части дома, а именно в зале, вот рядом с межкомнатным тамбуром, расположен специальный термостат, который, с одной стороны, показывает температуру окружающего воздуха, измеряет ее, он должен, и есть определенные требования к его монтажу, то есть он должен быть не ниже одного метра от поверхности пола. Данный термостат связан с термостатическим клапаном, который находится на подаче в систему батареи, и, соответственно, в зависимости от достижения необходимой температуры, он эту подачу либо закрывает, то есть уменьшает подачу полносителю батареи или увеличивает. То есть задумка такова, что система теплого пола всегда одинакова. Вот вы выставили теплый пол, и, соответственно, если он справляется с необходимой температурой, выставили, допустим, температуру 25 градусов или 26 градусов, если он справляется, то батареи по умолчанию выключены. Если не справляется, включается система батареи, и уже батареи начинают догонять эту температуру. При этом неважно, какая температура выставлена на котле, получается такая автоматизированная система. Вот, соответственно, батареи у нас в зале установлены, то есть три окна в зале и, получается, три батареи по 10 секций. Трубы, они вот так вот сделаны. Для меня нету такого какого-то дискомфорта в плане визуального ощущения. Вот тут вот, допустим, диван у нас находится. Тут сильный ветер, всё равно чувствуется, как идёт прохладный воздух, поэтому батарея помогает тут, чтобы не продувало это окно. В санузле поставили батарею тут, идёт, то есть в этом в порубе. Тут, наверное, получается 4 секции, но я бы поставил сейчас уже тоже секции 10 бы поставил, потому что часть тепла уходит на подогрев воды, который находится в самовном бачке. И я считаю, что ещё у меня низкая температура и теплоноситель в батареях идёт. Не хочу я только ради ванной сейчас теплоноситель на котле повышать выше 40 градусов. Все контура, они вот идут отсюда. Вот тут вот, если посмотрите, идёт у меня сам шкаф. И вот от шкафа они по полу идут. Подача, обратка, подача, обратка. Там порядка 6 контуров, и я тут их равномерно распределил по всему полу ванной комнаты. В принципе, он тоже 28 градусов тут выдерживает. И, к сожалению, я не могу его сделать побольше, поменьше, потому что это подача-обратка. Тут как бы его уже не отрегулируешь. Так, ну, сейчас 25, в принципе, 25 температур мы всегда поддерживаем градусов. Вот на котле. Сейчас посмотрим полноситель. 35 градусов на котле идёт на отопление и 40 градусов на воду идёт. На улице сейчас, ну, наверное, небольшой минус или плюс в районе нулевой температуры идёт. Полы 28 градусов. Какие выводы я хочу сделать по своей системе отопления? Хочу сказать, что, в принципе, вот эта комбинированная система отопления является очень оптимальной. То есть вы можете пользоваться либо с комбинированным в виде и тёплым полом и батареями, либо можете отключить тёплый пол, пользоваться батареями. Для меня это было очень актуально, когда мне нужно было положить керамогранит, я отключал тёплый пол, либо пользоваться только тёплым полом без батареи. Почему важны батареи, я хочу сказать? Изначально я не хотел ставить батареи. Я посчитал в Alltech, что мне достаточно для моего дома, вот для тех параметров, которые я заложил, мне достаточно отапливать с тёплым полом. То есть порядка 35 градусов теплоноситель пускать в систему, и, в принципе, я 22 градуса дома всегда получу. Во-первых, батареи дают определённый комфорт в плане продувания окон. То есть они дают конвекцию, и всё равно окна, особенно с подветренной стороны, когда идёт ветер, они продуваются. И батарея нивелирует это продувание, тёплый воздух поднимается вверх, и, соответственно, уже рядом с этим окном мне так дискомфортно сидеть, потому что тепловой поток идёт вверх, и продув уже такого нет. Во-вторых, тёплый пол тоже, когда температура окружающей среды на улице слишком минусовая, вам придётся тёплый пол поднимать, температуру тёплого пола, и, возможно, вы выйдете за пределы нормативов, которые установлены. Возможно, вам покажется это некомфортным. То есть воздух будет излишне пересушенным или так далее. То есть у меня установлены, вот у меня комфортна температура тёплого пола 28 градусов, и комфортна. И я не заботюсь, какая температура у меня, значит, окружающей среды. Я догоняю другую температуру, у которой температура окружающего воздуха, с помощью батареи. Неважно там, что за окном, минус 30 или там минус 10 градусов. И считаю, что это очень комфортно. Ещё у тёплого пола есть определённый недостаток, это его инерционность. То есть, когда вам нужно поднять температуру в доме, а у вас только тёплый пол, вы включаете теплоноситель, увеличиваете температуру теплоносителя, а температура поднимается только через определённое время. Допустим, через 5 часов, через 8 часов. Потому что тёплому полу нужно сначала, полоносительную нужно сначала нагреть стяжку пола, а если она большая, то, соответственно, долго будет нагреваться. И потом уже тёплый пол будет обогревать, соответственно, воздух в помещении. Также и когда вам нужно убавить температуру, а у вас только один тёплый пол, вы включаете, значит, убавляете теплоноситель, а тёплый пол продолжает, он нагретый, он продолжает отдавать тепло, ту температуру, которую он набрал во время предыдущего нагрева. Получается, что определённое время нужно подождать. В то же время я хочу сказать, что я против просто отопления батареями без системы тёплого пола, потому что на своём опыте испытал только отопление с помощью батарей, когда мне необходимо было положить керамогранит на пол, я пол отключал полностью за две недели до самих работ, и в течение месяца после, то есть во время работ тоже отапливался батареями, и через месяц, ещё месяц выжидал, пока, значит, пол высохнет, клей высохнет. И я отопил, значит, только батареями, ставил теплоноситель порядка 60 градусов, была зима, но не сильные морозы были. И дома было в районе 18-20 градусов, то есть было некомфортно, отстяжки несло холодом, поэтому, если у вас только радиаторы, у вас будет холодный пол, если особенно вы возьмёте тот же плитку или тот же ламинат, да и на линолеуме, если не утеплённый будет линолеум, тоже ноги будут мёрзнуть, потому что всё-таки частный дом отличается от многоквартирного дома тем, что пол у вас холодный, то есть там грунт холодный, в отличие от многоквартирного дома, где нет тёплого пола, но всё равно пол не холодный зимой, потому что он с другой стороны отапливается, да, получается, не излежащим зданием, квартирой, которая под вами находится. В доме немножко по-другому это находится, пол будет ледяной, от него будет идти холодно, поэтому просто тёплый пол в частном доме, ну, я бы не советовал делать. Да, если у вас там деревянные полы, возможно, дерево не так передаёт тепло, но, опять же, там другие недостатки у деревянных полов есть. Дальше какие выводы? Если вы планируете делать тёплый пол и радиаторную систему, обязательно, чтобы вот подводящие пути, которые идут к радиаторам, они также были утоплены в самой стяжке. Стены закладывать трубы, я считаю, нерациональны. Лучше их сразу заложить в стяжку пола. И выглядит это всё намного эстетичнее, то есть под каждым радиатором две веточки батареи выходят из стяжки. Также, когда вы ставите радиаторную систему, позаботьтесь о том, чтобы радиатор можно было беспрепятственно поменять, то есть перекрыть краны именно вот у этого радиатора, поменять этот радиатор или снять его вообще на какое-то время. Ну и в целом, я считаю, мой тандем дома, как ограждающей конструкции и системы отопления вполне энергоэффективным, то есть тратится порядка у меня полутора тысяч рублей на газ в месяц, плюс-минус, то есть порядка 300 кубов, в зависимости, ну, 300-310 кубов, больше пока не выходят. Ну и всем пока, пишите комментарии, пишите вопросы. Друзья, как и обещал, выкладываю основной товарный чек, вот тут на 67 тысяч, тут основное оборудование, которое было куплено, также нашел у себя документацию по оборудованию, тоже их могу выслать, все эти документы, что я нашел, я их сфотографировал в удобном формате, вместе вот с этим товарным чеком, с ценами, могу вам выслать, кто действительно интересуется, кто планирует делать отопление своими силами, или, допустим, сравнивать цены уже. Вот у меня дом 82 квадрата, вот столько оборудования, столько комплектующих ушло, поэтому напишите в комментарии, пожалуйста, что, куда вам выслать к видео, и я вам на электронку, в WhatsApp, Viber, там, ВКонтакте, Одноклассники, куда угодно, я вам все это дело вышлю, не знаю, как будет на видео смотреться, видно, не видно, но вот эту вот табличку и плюс документацию, в принципе, с меня, если кому интересно. Почему не выкладываю? Потому что уже вот выложил статью в Дзене, уже пишут, там, два раза упомянул, что от Валтека поставил там оборудование, меня уже, значит, говорят, вот рекламируешь Валтек. Вот, на самом деле, ничего не рекламирую, хотя, считаю, что оправданная реклама у блогеров ничего плохого нет, потому что, даже если человек, как сказать, что-то рекламирует, он все равно дрожит своей репутацией, плохой он рекламировать не будет, а это действительно то, что у меня вот вышло, какие комплектующие мне поставили. Всем пока, кто еще не подписан, подписывайтесь на канал и всем удачи в строительстве.